Если человек не проходит проверку, не проходит свой урок, включаются определенные дальше события, но процентов 90 не отрабатывают. У каждого карма своя на самом деле, и ее можно рассчитать. Не колотить жену это только 11 или всем нужно? Именно в этот год она будет максимально усиливаться. 25-й, 1-й января, ты не успел, все, колесница катит. Итак, если у вас получилась единичка кармического узла, единичка отвечает, у каждого карма своя на самом деле, и ее можно рассчитать, какая именно у этого человека будет развязываться карма. То есть именно в этот год она будет максимально усиливаться. Чем отличаются кармические уроки? То есть, что если человек не проходит проверку, не проходит свой урок, то включаются определенные дальше события. То есть это как по спирали. То есть сначала идет проверочка, человек ее не прошел, следующий виточек, ухудшающий какое-то событие. Вот, негативное происходит. У каждого это свое. У кого-то это вплоть до потери близких, потери денег, потери карьеры, потери мужа, проблемы с детьми. И следующий виток – это уже проблемы со здоровьем. Если человек продолжает, не понимает, что происходит, и продолжает наступать на одни и те же грабли, уже доходит и до проблем со здоровьем. И у каждой цифры своя проблема со здоровьем. У каждой цифры будет по цифре понятно, какая. Вот, и это, конечно же, очень важная история, потому что если человек не понимает, то его просто учат вот такими событиями. Обязательно пройти в этом году надо? Когда в следующий раз? Да, так как этот год кармы, то это будет обостряться особенно в этом году. Поэтому нужно быть очень внимательным и вообще хотя бы понимать осознанно, что происходит, почему это происходит, выйти из жертвы, не говорить, что это я такой несчастный, на меня это упало, потому что мы сами всё своими руками создаём. И задача как бы понять, где, оказывается, я что-то не так нажимаю или делаю, что я вот это вот получаю. Что со мною происходит, что я притягиваю к себе вот это вот. То есть, грубо говоря, мы можем в 2024 году чётко увидеть, где у нас карма и определить, с чем работать. Но это не прям, что если вот 25-е, 1-е января, ты не успел, всё, тебя колесница катит. Ну, конечно, мы же дальше будем жить тоже, дай Боже. Вот, то есть, и, конечно, ну просто здесь они как будто посыпятся все вместе. Многие, возможно, уже ощутили ещё сначала, даже уже в декабре это начало ощущаться. Вот сколько я провожу консультаций, я общаюсь с людьми тоже, они прям рассказывают, что вот именно с декабря прям очень активно пошли проработки уроков. И уже вы можете обратить внимание, что у вас там в декабре началось, да, интересненького. Вот, скорее всего, в таком векторе весь год и пойдёт. Уже хочется прям понять, что началось. Как определить, какой твой кармический урок? У человека есть несколько кармических уроков, но мы сейчас самое главное можем определить по дате рождения. То есть, как это рассчитывается, да, соответственно, день рождения человека, мы берём и месяц рождения человека, и рассчитываем первый кармический узел, то есть день минус месяц рождения. И если цифра итоговая получилась больше, чем 22, то мы отнимаем 22. Например, у человека день рождения, например, 29 числа, а месяц рождения шестёрка, то 29 минус 6 будет 23. 23 больше, чем 22, значит, отнимем 22, получится единичка. Вот, если же у человека там день рождения больше, вернее, меньше, чем месяц рождения, то вычитаем из большего меньше. Вот, точно так же. И, соответственно, если больше, ну, больше 22 уже не будет в таком случае. Ну, то есть эта цифра будет кармический узел. И должна получиться цифра от единички до 22 включительно. Это кармический узел, именно который всю жизнь человека преследует? Да, он преследует человека всю жизнь. Он главный, но наиболее ярко он проявляет своего человека в первом периоде жизни. И вот сейчас, в год кармы, он будет у него ярко проявляться, если он его не отработал до сих пор. Но процентов 90 не отрабатывают. Ну, то есть они всю жизнь с ним ходят. Вот, поэтому он особенно ярко будет в этом году у него проявляться. Вот этот вот узел. Несмотря на то, что это узел, который чаще всего до 30 лет проявляется, но в этом году он особенно будет актуальным для человека. Итак, если у вас получилась единичка, кармический узел, единичка отвечает за отношения с братьями и сестрами. Если у вас есть брат или сестра, и они у вас что-то просят, или какие-то конфликты, или у вас какие-то к ним претензии, или у них к вам, скорее всего, какие-то претензии, то им нужно помочь. И даже если кажется, что брат или сестра младше, или старше, наоборот, и кажется нелогичным, что вы им помогаете, это нормально, потому что у вас перед ними долг еще с прошлого воплощения. Соответственно, здесь его просто нужно вернуть, поблагодарить, слава богу, что ты дал мне такую возможность отдать себе долг и спокойно жить. То есть единичка отвечает за самопрезентацию, за коммуникацию с людьми, за умение договариваться с людьми. И, соответственно, когда вы решаете вопрос со своим братом и сестрой, то у вас вопрос с спикерством, речью, самопрезентацией, кто-то там вокалом занимается, в этом вы получаете зеленый свет, и там у вас улучшаются ваши события жизни, хорошие события жизни получаете. Также единичка, это еще иногда рождение сына показывает. Поэтому важно отношения с братьями и сестрами и ровесниками выровнять, собственно говоря, потому что как события можно также получать негативную историю типа проблемы с документами, потому что единичка еще отвечает за документы, нельзя влезать в серые схемы разнообразные. Да, допустим, собственно, какие-то договора могут какие-то со звездочкой внизу, вы подписали там, и все, и должны теперь на всю жизнь что-нибудь. То есть это все уже как последствия не отработки единички. То есть вот эти все ситуации негативные, как последствия отработки. И как последствия отработки это проблемы с нервной системой, так как единичка голова, то есть голова, глаза, уши, нос, то есть все, что за коммуникации, органы отвечающие, начинают страдать у человека. Соответственно, если они у вас уже болят, эти органы, соответственно, вы уже, значит, там нарушили и неоднократно. И выстроив отношения с мамой, можно выстроить отношения с своей женщиной, женой, спутницей и так далее. Что в минусе, если человек не выстроил отношения с мамой и с женской энергией в себе? Это не важно, мужчина или женщина. Женская энергия есть у каждого человека. То есть тогда проблемы в отношениях с женщиной, проблемы в отношениях с рождением детей или с вынашиванием их и, собственно, интриги, сплетни, вмешательства женщин со стороны в эти отношения. То есть это все уже как обратка включается. Вот, соответственно, если человек до сих пор не проработал отношения с мамой, то у него вот эта вся куча вдруг вылезает в этом году. Вот, то есть поэтому, собственно, важно, да, по двойке, троечка, если. Троечка – это императрица, тоже мать, но здесь больше как муза, как раскрытие потенциала. И часто, например, тут немножко может разделяться, то есть мужчина с троечкой, его задача – это раскрыть потенциал своих детей, да, и, конечно, тоже отношения с мамой должны быть хорошими. И это встреча с судьбоносной женщиной, и вот эти отношения с судьбоносной женщиной могут выйти на передний план, ну, не проявлять, скажем так, жадность. Потому что у мужчин часто это очень такой расчет, брак по расчету, по статусу, вот вся эта история, конечно, она может приводить уже дальше к проблемам. И как проблемы троечка для женщин, она приносит проблемы с женской реализацией, для женщин, это роль либо любовницы она, либо она в этих отношениях мамочка для своего мужа, да, и проблемы тогда с зачатием детей. То есть она может давать бесплодие тройка и у мужчин, и у женщин. Вот поэтому важно, конечно же, принимать себя для женщин правильно в каждой роли. То есть если я мама, то у меня здесь сейчас роль мамы включается. Если я жена, то у меня роль жены, любовницы, партнерши, но никак не мамы с мужем, да, то есть везде своя роль должна быть. И идти в отношения по любви, а не по расчету, например. И, собственно, конечно, также выстроить отношения со своей мамой, со своей женской энергией. Очень часто троечки, они сильно зациклены на внешности только, а не на духовном состоянии. То есть должна быть и то, и другое должно быть важно. Она только на внешности, там, на косметических операциях, бесконечных. То есть одно дело там, да, где-то как-то, но если это постоянная какая-то проблема, уже тоже может дальше создавать определенные проблемы. И если, например, ситуация там у мужчины, да, у него, он возникает, что может возникнуть какая-то ситуация, он встречается с женщиной, у которой есть ребенок от первого брака. Его задача раскрыть потенциал этого ребенка, а он не принимает и говорит, это не мой ребенок, это чужой. И возникает проблема, он теряет свой бизнес, теряет работу и теряет эту женщину. Плохие отношения с детьми уже как следствие, вот, со своими даже. Это уже были истории. И как следствие, там сахарный диабет даже может включиться и проблемы с кожей, все, что связано с внешним видом волос и кожи там. Четверочка, это император и здесь работа, дисциплина, труд и император, это мужчина, который надежно обеспечивает других себя и свою семью. И если это четверочка у женщины, она может показывать, что это иногда мужик в юбке и вот эта мужественность ей может мешать в отношениях с мужчиной. И ей как бы нужно эту энергию до троечки спустить, то есть включить все-таки женщину-императрицу и по сути научиться просить и принимать подарки. Это один вариант, и другая крайность бывает у женщин-четверок, это то, что они как бы хотят жить за счет мужчины. Лень. Другая крайность лень, чтобы меня кто-то обеспечил бы. Вот. А по сути задача четверочки научиться обеспечивать себя и свою семью. И ей будут давать таких партнеров, с которыми ей придется работать. Или которые будут говорить иди работай, наоборот. Или которые будут говорить иди не работай, подтверждая ее лень. А ее задача наоборот как бы работать, да, собственно. Вот. А у мужчин с четверочкой это часто тоже желание жить за счет кого-то другого. Вот. Не лениться. И другая крайность у мужчин, это когда они конфликтные, грубые, скупятся и своим подчиненным, например, не платят. Там и так далее. А удача мужчин это наоборот создать свой бизнес, рабочие места, чтобы были и вовремя всем платить, зарплату платить людям, людям, себе, семье. Вот. То есть пятерочка. Пятерочка у нас зажирец, и она отвечает за знания, за обучение. И очень важно человеку не поучать, а учить. То есть если он учится, то есть вообще высшее образование желательно бы получить учиться, но при этом свои знания, то есть это не то, что я постоянно, бесконечно учусь, да, то есть учиться и передавать сразу знания, учиться, передавать. Книгу может написать человек такой. И, конечно же, по пятерочке также отвечают за отношения с мужчиной, потому что это жрец папа. Нужно выяснить, какие отношения с папой. Они могут выйти на передний план в этом году. Если у женщины отношения с папой плохие, нет уважения к отцу, то будут проблемы с мужчиной, мужем. Он будет чувствовать, как будто она его не уважает. Даже если она сама этого не замечает, какое-то пренебрежение может сквозить. Очень часто бывает, что папа либо бросил семью в детстве ее, да, либо в этой семье главную роль брала на себя мама, и она как будто бы неосознанно больше уважает маму, чем папу. То есть вот здесь вот это может потом мешать в отношениях со своим мужем. Ну и также воровство может выходить на передний план, все, что связано с законом и порядком по пятерке. Поэтому человеку придется какие-то, да, там могут какие-то быть истории, когда в отношении него кто-то что-то у него украл, пытается украсть, еще что-то, и вот ему придется обращаться к закону. Шестерочка отвечает за отношения, гармоничные, идеальные должны быть отношения, за верность, должна быть лебединая верность, да, у этого человека в отношениях, ориентировать выбор на партнера. А в минусе, ну то есть, как проверка, как кармический урок, может выходить любовные треугольники на передний план. Или проблема выбора, когда перед человеком стоит выбор. Это выбор между двумя, например, у женщины между двумя, мужчинами, у мужчины между двумя, женщинами. Это любовный треугольник. Или же выбор между мамой и женой. То есть, тут мама на себя тянет одеяло, жена на себя, вот что мне, куда мне, чего. Или выбор между работой и семьей. То есть, какой-то выбор, который будет актуален особенно в этом году, который сложно принять, такие муки выбора. И, конечно же, не вписываться в любовные треугольники, которые могут быть. И причем, любовный треугольник не обязательно, что это прям вот, он сидит, она с ним спит, допустим, да. А любовный треугольник, это когда она даже не знает, что у нее там муж куда-то ходит. Или любовный треугольник, где у нас была ситуация ученицы. Она живет с мужем, все не изменяет, все прекрасно, но бывшая жена постоянно вмешивается в их отношения, просит деньги на то, на сё, на сё, как бы привела к ним ребенка, он живет с ними ребенок, а она все равно просит обеспечения. И вот эта постоянная кутерьма, она говорит, мы живем с мужем, а у нас как будто постоянно на заднем фоне есть его жена. Вот, то есть, семерочка, если семерочка, это когда, колесница, соответственно, такой воин, колесница, и вот эта конкуренция, борьба, да, она может выходить на передний план у человека, и чаще всего это говорит о том, что он не проработал урок, потому что если внутри есть конкуренты, если, то снаружи их всегда человек найдет, да, с кем он там борется? Сам собой, и он снаружи их найдет всегда. Поэтому по семерочке важно не лениться и ставить перед собой цели, потому что семерочка должна ставить глобальные цели впереди себя, иначе она как будто руки связаны, ноги связаны, она говорит, у меня как будто бы мне мешает кто-то двигаться, да, то есть, как кармический урок, ей как будто будут мешать двигаться, там, образно говоря, жена говорит, муж не пускает на работу, или же там девушка, которой 20 лет, говорит, папа сказал, не надо туда идти учиться, например, да, то есть, вот здесь вот нужно внимательно посмотреть, действительно ли я этого хочу или нет, что мне мешает, поставить себе цели и, несмотря ни на что, двигаться к ним вперед, да, по семерочке, вот, то есть, и по восьмерочке, восьмерочка у нас справедливость, и поэтому очень важно видеть баланс во всем, да, то есть, когда человек говорит, что мир несправедлив, меня осуждают, меня обвиняют, я не виноват, а вот все несправедливо, это значит, что он не чувствует баланса, то есть, если он не чувствует баланса, соответственно, мир будет ему это отражать, его же убеждения, то есть, если он считает, что вокруг воры и мошенники, то они ему будут попадаться, вот, и ему важно не нарушать закон даже в мелочах, потому что, если он будет, то есть, он все долги выплатить, налоги, платить четко по закону. Стараться не лезть в суд, потому что если он полезет в суд, он может проиграть, даже если он прав окажется. Лучше там взять адвоката и на него доверенность сделать, соответственно, если уж до этого дойдет. Вот, то есть, ну, как бы быть справедливым. И вот все вопросы связаны со справедливостью, если непроработанная восьмерка, то это вплоть до дележки имущества, это и какие-то суды могут вылезать, еще что-то. Поэтому здесь он должен понимать, что важно не нарушать закон. Вот. Девяточка. Девяточка. Ну, конечно, восьмерочка, там осуждение, обвинение, вот это все уже как кармические такие истории. Там просто много событий разных, может быть, но я не буду их негативные говорить. Вот. Девяточка. У нас отшельник, монах. Вот, например, есть шаман, если посмотреть его матрицу, я не удивилась, когда увидела у него три девятки в матрице. Человек себе взял псевдоним «шаман», да? Ну, то есть в прошлой жизни. И это мудрые люди. И девяточка, задача, ну, то есть она будет очень чувствовать гипертрофированное одиночество, потому что, ну, в минусе человек, ну, как бы боится одиночества, и из-за этого может непонятно с кем связываться. Или же, наоборот, суперсильно закрывается в какой-то пещере и страдает там в одиночестве, как будто бы. А в плюсе, наоборот, он поездки по святым местам, полонечество, он кайфует, находясь рядом с собой в своем обществе, он и получает инсайты озарения, и делится знаниями, да, мудростью своей, передавая ее другим. А как кармический урок, как испытание, он может, наоборот, получать одиночество или даже потери близких. Да, поэтому здесь очень важно, как бы, научиться, во-первых, понимать, что я, как бы, не один, во-первых, вокруг меня миллиарды людей, но если я хочу, я могу побыть один, помедицировать там, находиться в своем внутреннем мире, вот, но при этом делиться знаниями, не закрываться только в пещере от всех людей, от социума, не быть социопатом, да, то есть, ну и, конечно, могут выйти на передние отношения, на передний план отношения с взрослыми, то есть это бабушки-дедушки, это могут родители там попросить помощи, кто-то в горе-беду попал, как бы заболел, то есть нужно поддержать будет в этом году ему. Вот, десяточки, это кольцо фортуны, и вопрос денег может стать на передний план, то есть материальная стабильность, нестабильность, соответственно, нестабильность, если он не прорабатывает свой урок, вот, а стабильность, наоборот, у него, ну, как бы, все будет хорошо с деньгами, то есть десяточка колесо, поэтому человеку движение, да, ему захочется там как-то больше это с колесом фортуны, то есть он будет говорить, удача, неудача, то есть вообще в плюсе это удача, как урок могут выходить какие-то ситуации, где он залезет в кредит и не сможет, вот залез в кредит и потерял работу, теперь нечем платить кредит, то есть и раз, и материальная нестабильность появилась, да, то есть поэтому здесь очень важно свои расходы грамотно распланировать и растягивать ноги по одеялу, то есть если уж покупать что-то, то это как инвестиция, а не как кредит, то есть инвестиция, например, в обучение, это инвестиция в себя, купить автомобиль это уже расходы, это кредит, да, получается, то есть в таком ключе, вот, то есть научиться грамотно обращаться с финансами и доверять потоку, то есть когда человек начинает все подряд контролировать, десятка именно, у него начинаются проблемы с денежным потоком, то есть его задача, набор, и плюс еще будут все практически такие более близкие отношения, которые будут коллеги, начальники, там знакомые, друзья, с которыми будет знакомиться, это будут, скорее всего, не случайные связи, а кармические, то есть внимательно надо будет приглядываться к ним, и могут быть какие-то неожиданные сюрпризы у человека, вот, то есть здесь можно как бы двигаться, то есть не сидеть на месте, то есть сам год такой, что можно куда-то поехать, может быть путешествие, ну хотя бы по России, или, я не знаю, хотя бы за город, то есть куда-то двигаться, вот, одиннадцатый, если говорить про одиннадцатый, это сила, и, ну, в моем вапторском методе, потому что есть система, где одиннадцатый, наоборот, там с восьмеркой, да, меняется местами, вот, одиннадцатый это сила, и здесь может выйти, как кармический урок, если эта женщина привлекает агрессора к себе, а мужчина, наоборот, проявляет агрессию, там, не знаю, силовое давление, там, кто-то с кем-то подрался, или там на него давят, допустим, да, или давят конкуренты, такое прям давление идет, вот, поэтому здесь важно понять, что вот эта вот борьба, она внутри человека, борьба за выживание, как будто бы, поэтому нужно научиться защищать себя и своих близких, возможно, это придется сделать в этом году, но при этом не нападать, то есть границы уметь соблюдать, то есть границы защиты, нужно понимать, здесь защита, а здесь уже не защита, а я, наоборот, да, перестарался, то есть, и агрессия, вот, животные инстинкты тоже будут мощно выходить, то есть в том плане, что секс, власть и деньги, это для одиннадцатого, и они иногда в погоне за этим могут какие-то, переступать какие-то там нормы морали, да, соответственно, здесь важно не колотить свою жену, как минимум, вот, то есть, выстраивать границей свои и не забывать о границах других людей, и, собственно, конечно, будет такая сила, которую, потому что в минусе, наоборот, это болезнь, вот, а так, упадок сил, да, в минусе, а так, наоборот, и спортом хорошо бы заняться, и тогда он лишнюю агрессию сбрасывает, бизнес, спорт, это хорошо забирает на себя, вот. Не колотить жену это только одиннадцатом или всем нужно? Ну, особенно одиннадцатым, вообще всем нужно, одиннадцатый может этим, ну, не может контролировать свои эмоции, и вот эти животные инстинкты у него могут выходить на передний план, да, допустим, голодный озверел, и так далее, то есть, у него особенная задача управлять своими инстинктами, эмоциями, он может просто не управлять им, в момент вспышки эмоциональной, просто вот, ничего с собой не может поделать, да, вот, по сути, вот такие моменты в этом году особенно будут часто как проверочки ситуации, в которых его испытывают, да, по сути, его задача, если он уже научился управлять своими эмоциями, то он спокойно проходит год кармы, то есть, если он отработал свой кармический урок ранее, он сейчас его спокойно проживет этот год, но если он до сих пор не научился, то сейчас будет ряд событий, где, как проверочка, он пройдет или не пройдет это испытание, да, соответственно, соответственно, не проходит испытание, там 11-й как последствия, травмы, там, силовое давление, травмы, хирургические вмешательства, то есть, и так далее. 12-й, если говорить про 12-й, это повешенный вниз головой, и это, как бы, жертвенность, это, с одной стороны, кармический урок, когда человек должен служить другому человеку, помочь ему, но при этом, не впадая в депрессию, то есть, депрессию впадает 12-й, когда он уже всем настолько себя раздал, не может никому отказать, всем хочет помочь, или даже не хочет, а не просят, а ему стыдно отказать, и он себя всего раздал, и уже истощен, и поэтому в депрессии, и вот этот год как раз это может показать, то есть, если он до сих пор, у него была зависимость от общественного мнения, боялся отказать, здесь он уже истощился, и теперь такой, ни денег, ни сил, ни энергии, ничего, потому что энергия, это и деньги, не может попросить цену за свои услуги, например, неудобно назвать цену, то есть, и здесь он такой, по полной, это раз и получил, жертвенность, вплоть до инвалидности, вот, поэтому здесь, я знаю, мужчина приходил на консультацию, вроде бы здоровый мужчина, а у него 12-й проигрался, как он пошел, инвалидность получил, деньги заплатил, получил инвалидность, у меня парковка бесплатная, то есть, но проигралось событие такое, то есть, не жаловаться, не ныть, вот, 12-й, помогать другим, чем можете, но как бы, из избытка, а не из дефицита, потому что иначе будет депрессия, и ситуации, в которых тупик, то есть, кармическая проверка, часто 12-й, это как будто безвыходность какая-то, наступила, тупик, безвыходность, и человек висит, и остается только терпеть и ждать, вот, как будто бы такая ситуация, да, и пусть наступило, все повисел, он должен повисеть и понять, что такого не бывает, то есть, тупик у него внутри, нужно с ним разобраться внутри сначала, ответ внутри, вот, и дальше потом двигаться, то есть, такое-то подвисание, там, все такое может быть, вот, 13-й, это цифра, означающая смерть старому, трансформация, перемены, кризисы, то есть, кризисы бывают, если человек добровольно не идет в перемены, он цепляется за старое, и его такие подпихивают, хочешь не хочешь, через кризис, вот, все, уже ничего не поделаешь, остался без работы, уволили с работы, и он пошел полностью, смена деятельности, то есть, он раньше одной вообще деятельностью, теперь другой, вот, как бы, вот, смерть личности имеется в виду, то есть, когда, все, я уже все старое забрал, забыл, убрал, как бы, и пошел вперед, а как кармические уроки, это что, все старое, наоборот, выходит на передний план, там, старые отношения, он копается в прошлом, он обиды на бывшего вспоминает, там, этот бывший вылез, какие-то отношения вылезают, то есть, и его задача отпустить прошлое, там оно осталось, все, идти дальше вперед, потому что, иначе, за что человек сильно цепляется, то у него будут отбирать, даже людей, поэтому, очень важно, как бы, если он видит, что уже у него застой и болотца, надо бы уже, что-то самому сделать, побыстрее вперед пойти, пока тебя все равно подпихнут, 14-й, если говорить, 14-й, умеренность, и здесь у человека может вперед выйти на передний план, неумеренность, неумеренность в еде, в питье, неумеренность, вот не хватает ему, он говорит, не, не хватает времени, не хватает денег, мало, 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 не хватает, и у него какие-то появляются ограничения, то есть препятствия, ограничения, весь год, как будто бы палки в колеса, то есть он вроде бы что-то делает, и с таким трудом он идет по шажочку, но он в болоте находится, так как вот, чтобы в этом, он вроде делает, что-то ходит, но он как в болоте сидит, и очень такой в этом плане год, если человек не благодарит за то, что уже есть, то есть здесь какой выход, то есть, во-первых, проявлять умеренность, благодарить за то, что уже есть, и акцентировать внимание не на расходах, а на доходах. То есть он говорит не то, что мне не хватает денег, а наоборот, у меня вот это количество денег, которое есть, слава богу, мне хватает. Коммуналку закрыть, покушать есть, благодарю вселенную, одеться есть, благодарю вселенную, и дальше двигаюсь. Потому что у него есть определенный доход, это уже его выбор, на что акцентировать внимание, на что они потратились деньги или на что они пришли. То есть и здесь, да, то есть жадность, неумеренность и эмоциональные вспышки, вот эти препятствия, это будут идти как проверки его недостаток или недостаток, что он больше выбирает. Вот, пятнадцатый, пятнадцатый считается аркан-дьявол, это дьявол, который сидит в каждом человеке, и это его теневые качества, которые кто-то в себе принимает, кто-то нет. И вот задача пятнадцатого, особенно сейчас, это эти свои недостатки, тени свои принять, увидеть и полюбить себя целиком, каким есть. Вот, то есть и пройти искушения, и в том числе это могут быть искушения деньгами, это какие-то авантюрные сделки, в которые могут втягивать, это какое-то давление криминальное, у некоторых даже так бывает. Это созависимые отношения, в которые человек влез, и с партнером плохо, ужас, накал страстей, там садомаза, и без него еще хуже. То есть вот такие отношения, в которых он ничего не может поделать и отцепиться никак не может. То есть абьюз, например, для женщин. То есть и вот это вот, если с точки зрения отношений говорить, ну и у кого-то это игромания, какие-то зависимости могут объявиться. Вот, то есть хорошо, если это хорошего толку зависимости, например, человек принимает БАДы, а если он принимает наркотики, то уже, наверное, не очень хорошая зависимость. То есть, ну такой год как бы, и важно это пройти, искушение, не влезать в это дело, короче. Чтобы его пройти, нужно не просто так, ой, я очень хочу, но не буду делать, а нужно внутрь себя заглянуть и понять, что именно внутри тебя хочет этого. И только тогда, ну то есть просто хотеть, но не делать этого недостаточно, чтобы это пройти. Да, да, нужно понимать, почему я это хочу, да, то есть что там, значит, я какую-то потребность не закрываю, раз я вот здесь хочу этим, да, собственно. Ну это желание риска, азарта, жизнь, страсть к жизни и одержимость, да, вот у пятнадцатых. И поэтому иногда это одержимость отношениями, иногда это одержимость власти, работы. Почему он, ему, или одержимость популярности. То есть какая-то там у него есть одержимость, вот, соответственно, если это зависимости, то, соответственно, он не реализует просто по плюсу свою цифру, там, где должен. Вот, если говорить про шестнадцатый, то шестнадцатый, это у нас башня, и как бы у человека на передний план башня разрушения старого, иллюзий каких-то, да, хорошо бы ему убрать старые деструктивные программы, которые есть в его голове. То есть это деструктивные психические, например, программы. Очень хорошо шестнадцатый с психологом прорабатывается, раскопать их и убрать, да, соответственно, шестнадцатый у человека может быть разрушение, как в отношениях в бизнесе, там, в работе, там, или недвижимость затопила, пожар случился, кража случилась, какие-то шокирующие известия. То есть шок, шокирующие известия, да, шестнадцатый. И это то, что он получает, если он не проработал урок, он по минусу это получает. По плюсу он может реализоваться через строительство. Строительство, например, бизнеса, строительство зданий, дом построить, недвижимость купить, ремонт сделать. То есть создать бизнес, то есть построить отношения, да, с чистого листа, допустим, они были конфликтные отношения, сделать их, чтобы, ну, как бы, давай с чистого листа начнем заново, да, то есть вот как-то договориться и начать по-другому на это смотреть. То есть здесь вот такая вот идет задача, то есть строительство во всех смыслах. Не разрушение, а строительство, если он поставит себе эту целью, в каждой ситуации, которая будет в этом году выходить. А возможно, где-то нужно разрушить уже то, что все, и так уже оно не нужно, а отжившее, да, соответственно. Вот. Семнадцатый — это у нас звезда, и, соответственно, так как она кармическая цифра, да, то у человека будет ощущение, что он серый, бездарный, у него нет таланта. На самом деле это очень талантливые люди, творческие, и их задача — раскрыть талант свой. И, по сути, как проверки это могут быть, так же это за дружбу отвечает, там, предательство друзей, например, да, это значит, что он в минусе, как бы, проявляется, как кармический урок, это предательство друзей, это, как бы, ситуации, в которых приходится либо плагиатить, либо подделки, вот эта вся история с подделками, с репликами, не стоит связываться, вот, то есть и научиться дружить, наоборот, и, собственно, проявлять творчество, свой талант, свою гениальность, увидеть, в чем ты гениален, и не бояться, потому что они могут стать известными людьми, вот, и, собственно, если они не реализуют себя, то они серые мыши тогда, вот. Вот, а восемнадцатый — это луна, и, соответственно, здесь такая двойственность может проявляться, это как кармический урок тревоги, страхи в огромном количестве в подсознании у человека, и он очень мощно может визуализировать, поэтому, если он визуализирует тревоги и страхи, то он их и в реальной жизни подтянет, и он получит, как бы, какие-то ситуации, типа предательства, измены, смутные, туманные, неясные ситуации, непрозрачные, непонятные, интриги какие-то, какое-то вот лицемерие, лживость, да, соответственно, а задача, наоборот, прояснять все время ситуацию, не додумывать за кого-то, а прояснять, я правильно тебя поняла, ты это имел в виду, не думать, что там муж изменяет, иначе это она именно и подтягивает, то есть, да, собственно, и, конечно же, свое богатое воображение, у них отдельный мир свой, внутренний мир какой-то отдельный свой, то есть его можно реализовать в профессии, например, кто там картами занимается, там картинки, все, что с ними связано с рисованием, с творчеством, мощная интуиция, да, то есть это где-то вот реализовать лучше это по плюсу, вот, ну, научиться вкусно готовить, например, в этом году, там, может дизайном интерьера заняться, то есть, кто-то в кинорежиссуру идет, в режиссуру, вот, то есть, ну, вообще, скажем, уютом для женщин, особенно домашним, заняться хорошо, не лениться, беспорядок дома не держать, то есть, чтобы чистенько все было, вот, иначе будут проверки, из-за этого беспорядка даже может развод случаться у людей. 19-й, 19-й это солнце и задача человека светить другим людям, и особенно, как кармический урок, это эго, то есть, у него может быть чрезмерное такое эго, да, собственно, и его задача не быть самовлюбленным нарциссом, ну, то есть, какие-то будут проверки на эго, например, самое простое, человек стоит, пришел там получать в госорганы какой-то госуслуга где-нибудь в очереди стоит, стоит там, и его, перед ним кто-то залез без очереди, все, да, он там взорвался, шум, кричит, вообще конфликт целый поднял, то есть, или там ему кто-то что-то сказал, и он, его эго не выдерживает, он взрывается, да, вот какие-то проверки на эго, да, соответственно, взяточничество, там, не злоупотреблять своей властью, например, если у тебя есть подчиненные, то вовремя им платить зарплату, то есть, да, вот здесь, конечно, вот какие-то такие вещи будут вылезать на передний план, хотя сам по себе 19-й очень хороший считается, максимально такой прям, скажем, я бы сказала, благополучие несет и успех, сам по себе цифра 19, она в целом очень хорошая, ну и 19 также отвечает за детей, вот, если там, может, соревнования, олимпиады или еще что-то на передний план выходит им помочь и за отца, вот, и 20-ка, 20-ка отвечает за семью и род, поэтому родовые конфликты, это вмешательство членов рода, это все как карма, как кармический урок может всплывать, особенно будет ярко в этом году у человека, если он не проработал до этого, да, соответственно, там бывает, что брат получил наследство, а сестре не дали из этого конфликт, ну, нужно успокоиться на эту тему, и, ну, как идет, так идет, то есть, у человека есть долг перед семьей с прошлого еще воплощения, и, конечно же, стараться, наоборот, объединять семью, семейные традиции и вот именно семью, как бы, семейные ценности. 21-й, это мир и задача человека, вот, участвовать в технологическом прогрессе, идите, сходите, изучите нейросети, вот, то есть, интернет, передовые технологии, вот, не бояться за границу, если есть возможность поехать куда-то, то прекрасно, ну, или же, возможно, человек хает свою родину, да, то есть, ни в коем случае этого не делать, изучать народы, культуры других стран, например, то есть, быть более таким, не быть расистом, а быть более таким, как, космополитом, да, собственно говоря. Ну, и 22-й пришли к нему, 22-й шут, соответственно, шут «Игора ребенок», я его называю, и шут здесь в том плане, что, ну, человек, ну, не должен быть слишком серьезным, ну, и не быть слишком, скажем, инфантильным, потому что иногда мужчина бывает, он как ребенок, не хочет брать ответственность ни за себя, ни за семью, желание свободы от семьи и детей, и, как бы, поэтому он просто, и нестабильные заработки, то есть заработок, то нету, то есть, там чуть-чуть заработал, тут сидит, а там год без денег, постоянно путешествует просто, да, вот, и там перебивается как-то, вот, но, по сути, задача человека по 22-му не делать, это могут быть какие-то глупые, необдуманные поступки, это какой-то риск, который может привести к потере, там, денег по глупости, и, там, те же, например, в горах, риск в горах, то есть не рисковать в горах, там кто-то, например, поехал в картингом в горах, занимается с 22-м, да, и проблему получил, или залез на Эверест и обморозил себе руки, казалось бы, смотрю, вот, делал консультацию, что какая-то проблема в горах, он говорит, вот, я вот на Эверест залазил, обморозил руки после этого все, долго там не гнулись просто, ну, вот, какие-то такие вещи, укусы животных, а лучше всего просто завести собачку, например, в этот год, по плюсу, если говорить, наоборот, опекать детей, да, наоборот, как бы, если есть возможность родить, то не избегать этой возможности, потому что иначе это по минусу желание свободы от семи детей, и человек делает аборт, а потом начинается, как последствия кармы, вообще не будет детей, поэтому вот этот такой год, как бы, важно не залезть, то есть здесь важный момент, пройти урок, не залезть впоследствии, потому что там потом последствия включаются, вот, ну, это, так скажем, совсем кратенько, конечно же, еще раз повторюсь, вот, я называла эти минуса, но это для тех, кто не отработал до сих пор, кто отработал свой урок, он в этом году спокойно себе его проживет. Вот. Сейчас хочется спросить про то, что будет, когда ты отработал, что происходит с человеком, но перед этим мы можем что-нибудь дать людям, где они подробнее смогут понять вообще, что происходит, вот, не краткое, а такое, развернутое. У нас есть бот, кармические задачи называется, и я там даю описание вот этих, кратенько тоже, но человек забивает там свою дату рождения, и у него выходит его главная кармическая задача, вот, которую он сегодня рассчитывал, подать рождение, и там есть кратенькое описание, вот. Там вы можете найти большее, возможно, то, что я здесь не озвучила, может быть, там, и наоборот. То есть там надо просто по ссылке, да, кликнуть и просто ввести дату рождения. Да, да, человек заходит по ссылочке, регистрируется в боте и свою дату рождения заносит, ему выходит его цифра кармического узла и описание выходит. Ну, и, конечно, мы много говорили про испытания, но у каждого человека есть мощнейший потенциал по его дате рождения, и как его раскрыть, свой потенциал, плюсовые именно возможности, события, свои, свое предназначение, и какие у человека события хорошие могут быть, да, в жизни. Это все можно посмотреть на моем бесплатном вебинаре, который называется «Как раскрыть свой потенциал по дате рождения». Ссылка будет под роликом. И у меня как раз вопрос, когда мы прошли кармадвиж этот, что происходит с человеком? По сути, он переходит на как бы новый уровень осознания, то есть он прошел это, да, так или иначе он кто-то прошел, осознал, и уже урок больше не повторяется. И даже если приходит какая-то очередная проверка, он его прошел, у него есть этот ключик, как, то есть он больше его не триггерит, то есть крючку, то есть, допустим, проверка — это крючок, крючку не за что зацепиться. Если проверка есть, за что зацепиться крючку, значит, он не прошел просто его. Он будет повторяться, повторяться с еще большей степенью сложности. Если же он прошел крючку, не за что зацепиться, он просто получает события по плюсу, вот, по каждой цифре. Получает события по плюсу, да, соответственно, если мы говорили про двойку, то рождение детей, наоборот, прекрасное отношение с женщиной, да, там и так далее, вот, то есть, и он получает, он переводит, по сути, эту цифру из минусовой энергии в плюсовую, и он уже получает плюсовые события по этой цифре. И, конечно, они там у каждой цифры, там спектр целый большой этих событий плюсовых. Это, по сути, возможности и потенциалы, которые он может получать, проявляя эту цифру в профессии, в, допустим, реализации предназначения, в событиях таких, как рождение замужества, гармоничные отношения, поездки, переезды, покупка недвижимости и так далее, все события, которые нравятся людям, да, хочется их получать. Вот, ну, в любом случае, у нас же мир дуален, человек не может ощущать радость, если он не знает печали. То есть все только на контрасте, поэтому он может просто осознать эти уроки в голове, ему не обязательно их проживать, вот о чем речь. Потому что для мозга все равно, он вживую это прожил или он это в голове прожил, да, мы все равно все в иллюзии находимся. И в целом, как бы, если он осознание пройдет в голове и получит это как инсайт, поймет, простит, примет, да, и спокойно дальше пошел, все, он урок прошел. Ногу и не надо ломать, чтобы пойти дальше. Да, ему не нужно ломать ногу, да, то есть он в голове эту боль ощутил, перепрошился, простил, принял и все, и пошел дальше, как бы, получать хорошее теперь событие в целом, да, и благодарит еще за боль, да, то есть за боль поблагодарил еще. И в целом, да, он тогда получает уже дальше, прошел урок, получает хорошее событие. Ну, во-первых, он же становится более, энергии более тонкие и более высоковибрационные становятся. Он находится в принятии, он становится высоковибрационной сущностью, он переходит уже в другое, скажем так, измерение, по сути, да. Мы куда нас всех ведут? Мы стремимся подняться чуть выше по вибрациям. И когда человек осознанный и в принятии, он благодарен, он, как бы, принимает, он не сопротивляется, у него нет конфликтов и меньше негатива, да, соответственно, в жизни. То есть он уже более высоковибрационный, он более такая, скажем, осознанная сущность, личность. Вот, и там уже стоят задачи другого порядка становятся. То есть это, ну, когда я это проходила, у меня это помогло перейти на следующий уровень, в том плане, что я уже в голове, то есть, ага, приходит мысль, я понимаю, что приходит, зачем приходит, почему приходит, и она разворачивается в пространстве как событие. Я подумала только, я поняла все, мне показали, как бы вот через людей, через слова. Я просто уже мне слова, мне уже понятно, что происходит, я стараюсь до событий не допускать, да, и, собственно, понимаю, что происходит, понимаю, как я должна отреагировать. Это вот прям ключевая вещь, потому что большинство людей, когда приходит проверка, они реагируют из привычки, которая сформировалась из детской травмы. Вот, а если человек осознан, он не из травмы реагирует, а из того, как лучше должно быть, из осознанности, да, тогда, когда он из осознанности реагирует, он, как бы, ну, другую жизнь выстраивает. Вот, если же он из травмы реагирует, то он из привычки реагирует, то это все время негатив, да, то есть получается у человека, и он не понимает, он говорит, я не знаю, я еще подумать не успел, я вот так вот сказал, потому что это было вот из травмы. Вот, поэтому здесь, когда человек уже осознанный, он, изучив, например, свои цифры, он понимает, какой у него кармический урок и что вообще от него требуется. И один раз, получив эту проверку, второй раз, он каждый раз уже вспоминает, ага, я же знаю, вот, оказывается, эта ситуация, я должен был себя так-то, наоборот, проявить в ней. И когда она уже третий раз пришла, он уже, как бы, теперь из осознанности туда, ну, реагирует. А большинство по привычке, потому что они не знают, как по-другому, их не учили по-другому, у них детство так прошло, и все, они просто эту модель списали, и так и живут. Вот, а если ему показали, как можно по-другому, как нужно, чего от тебя требует душа, вот она, твоя матрица, эта душа от тебя требует, что ты реагировал так и так и так, то он уже потихонечку себя может к этому, как бы сказать, ввести другую привычку, я бы так сказала, наверное, осознанную. И все, тогда он перепрошивается. Мы уже понимаем, что происходит, мы туда не идем, мы это мимо прошли, потому что я уже знаю, что там будет, как бы туда не лезу. Но это не значит, что вообще все теперь у меня, вообще никаких нету впереди уроков. То есть они переходят на более высокий уровень, эти уроки. Они уже на более тонком материальном уровне. То есть, например, если та же цифра 18 на простом уровне, это уметь готовить, чисто убираться, поддерживать порядок и уют в доме, то на более высокодуховном там уровне это умение работать с подсознанием своим, убирать панические тревоги, страхи, атаки там в голове, вытаскивать эти программы, которые тебе создают эти тревожные мысли, и работать с убеждениями своими. Вот, то есть уже такая задача. То есть и чем выше человек поднимается по уровню осознания, у него там уже в голове, то есть он уже их прорабатывает, по сути, уже в голове. Если строитель молотком свою задачу прорабатывает, строя дом, например, по башне, то 16 в другом уровне осознания, он уже убирает деструктивные психические программы в голове. То есть это бесконечный уровень подъема наверх, скажем так. То есть есть бытовой уровень, есть еще выше уровни. Кто-то застревает всю жизнь на бытовом, хоть ему уже 90 лет, он там сидит и вот как это делает, так и делает. А кто-то может по уровням подняться и уже решать другие задачи. Вот, то есть на более таких, там, создавать миры, например. Кто-то заходит, там, параллельные миры, еще что-то делать. Вот, то есть поэтому здесь оно там бесконечно идет вверх. Пока в какой-то момент ты не начинаешь просто реальность своими мыслями, прямо вот сидя на стуле, воплощать. Реально так и есть, потому что нас ведут к тому, чтобы мы создавали свои миры, и сейчас даже есть школы для этого, то есть где создание миров на уровне мысли идет. Там у меня есть программа, например, искусство управления реальностью, где я обучаю людей, ну, пока что просто материальное желание, да, то есть ты подумал, и это происходит. То есть у меня все мысли, которые приходят ко мне, они так или иначе разворачиваются в материальный мир. Иногда даже те, которые я еще не подумала, надо ли мне это точно или нет, не определилась, и раз она ко мне приходит. То есть там у меня была мысль, что вот у меня есть цифра в матрице 19, которая отвечает за политику, о моем периоде жизни я могу и в политике, оказывается, состояться. И буквально через несколько дней приходит мне предложение вообще, где нумерология, где политика, да, то есть зайти в определенном качестве в политику. Я такая думаю, как вообще? Ну, то есть я очень тщательно стараюсь следить за своими мыслями, потому что этот объем я просто уже иногда не успеваю даже, скажем, выбирать, то есть определяться, скажем так, с тем или иначе. Поэтому здесь мысли, все, что с нами происходит в нашей реальной жизни, это последствия наших мыслей, которые, возможно, мы уже забыли, но они так или иначе были, мы хотели, мы их запустили, и вот сейчас мы их получаем, по сути. И хочется еще раз для зрителей повторить, чтобы не только прорабатывать то, с чем плохо, а улучшать то, с чем может быть еще лучше. Переходите по ссылке под видео, там будет бесплатный вебинар. Как раскрыть свой потенциал по дате рождения, да, на котором можно увидеть возможности, которые вам несет ваша жизнь, и что нужно делать, чтобы не было кризисов, а наоборот избегать эти кризисы и получать максимально хорошие события своей жизни, реализацию свою, да, соответственно. В том числе и материальную, конечно, и не только материальную.